Продвижение игр на разных жизненных циклах. Пожалуйста, поприветствуем его. Спасибо, спасибо, Настя. Так, все сейчас подтягиваются. Я думаю, можно уже начинать. Всем привет. Меня зовут Игорь Пащенко. Я занимаюсь развитием игровых партнерств. Facebook работал с компанией RocketJump, и Advisor Interactive, и Nexrus Gaming Site. И также с менее крупными разработчиками. Это, в общем-то, самая интересная часть моей работы. Смотреть, как разработчик начинает, запускается, или на Facebook, или на мобайл, и помогать им разрабатывать их стратегию продвижения их игры, как сказали, на разных жизненных циклах. Моя задача, в общем-то, заключается в построении маркетинговых стратегий. И сейчас, на протяжении моей презентации, хочу вам донести такой основной месседж, как лучше работать с Facebook, какие этапы есть, как выстроить работу команды и партнерские взаимоотношения, как лучше всего. И для того, чтобы сделать это более интерактивно и так, может быть, более интересно, давайте представим, я это в виде истории преподнесу. Например, я следую своей мечте, ухожу из Facebook и создаю игровую студию. Мы пишем игру и, к примеру, полетим в будущее через год, в мае 2016 года. Мы создали игру, и она уже очень успешная. Она топ-гроссинг в 20 странах. В нее играет и в Токио, и в Истамбуле, и в Москве, и в Нью-Йорке. Игра супер-мега успешная. Я, в общем-то, расскажу вам об этом, о процессе, как мы достигли успеха на протяжении этого всего года. Что мы делали, как построили взаимоотношения и работу вместе с Facebook. Перед тем, как я начну, я, в общем-то, в первую очередь покажу игру. Это придуманная игра, конечно же, но, в общем-то, мой доклад построен на реальных фактах, потому что, в общем-то, ребята из американской нашей команды, они на основе работы с игровым разработчиками построили, собственно, всю эту историю. В первую очередь, Clown Drawn. Это та игрушка, о которой я вам сейчас расскажу. Clown Drawn – это игра, классический матч-3 жанр. У вас есть разные элементы клоунов, какие-то велосипеды, бабочки, очки и прочее. И вам нужно соединять эти игрушки и, в общем-то, утопить этого клоуна. Немножко похоже на всем известную тоже игру. Для этого возьмем пример построения игры и разработки стратегии. Здесь это выглядит геймплей достаточно просто. Соединили какие-то кусочки, и Clown Drawn вы выиграли, перешли на следующий уровень. У вас есть приключения, вы ездите по разным циркам, по разным странам, и, в общем-то, топите клоунов. Ну и, собственно, почему наша компания, условно, начала работать с рекламой Facebook. Почему начали выстраивать эти взаимоотношения? В первую очередь всем известно, что Discoveryability сейчас на мобильных сторах очень-очень сложная. Более трех миллионов приложений и на Android, и на iOS суммарно сейчас есть. И, в общем-то, очень сложно получить внимание ваших потенциальных игроков. Но мы знаем то, что это факт, что 80% топ-гроссинг iOS и Android, топ-сотни приложений, используют Facebook для продвижения, для закупки потенциальной аудитории. Поэтому для нас это огромный был аргумент. Facebook предоставляет огромный охват и, самое главное, очень высокое качество. И сейчас я, в общем-то, расскажу о пяти элементах. О пяти ключевых элементах, как лучше всего выстроить стратегию работы с платформой, в частности, с SEO-маркетингом. Эти элементы – это люди, в первую очередь, таргетинг, креатив, биддинг, определение ставок на Facebook и аналитика, измерение ваших результатов и все, как работает внутри игры и все, что связано с SEO-продвижением. Итак, по очереди. Люди, как и в любой части другого бизнеса, в вашей компании, люди – это ключевая вещь и очень важно, чтобы у вас были правильные люди на местах в маркетинговом отделе, в отделе по user acquisition. То есть здесь, в первую очередь, люди внутри вашей компании и, во-вторых, это правильное партнерство. Правильные партнеры – это будет рекламное партнерство, ваши технические решения. То есть это самый главный, я считаю, ключевой элемент успеха. О нем немножко больше поговорю. Второе – это таргетинг. Таргетинг – всем известно, что кроме огромного охвата и очень высокого уровня ингейджмента, который дает Facebook, таргетинг – это то, что очень сильно отделяет, отличает платформу от других потенциально возможных источников привлечения ваших потенциальных игроков. То есть здесь в Facebook все построено на реальных людях. Это не таргетинг-куки каких-то, а это конкретно люди, которые делятся с вами информацией о том, в какие фильмы они смотрят, какую музыку слушают, где они живут, в какие игры они играют. То есть это вся информация есть в Facebook. Самое главное – с помощью людей и с помощью правильных навыков и инструментов научиться таргетировать на правильную аудиторию и наращивать количество игроков в ваших играх. Когда мы настраивали таргетинг, мы фокусируемся на пяти основных категориях, самых важных вещах, которые нам нужны. В первую очередь – это демография. То есть мы настраиваем рекламу на страну, пол, возраст. Самое классическое – это то, как правило, с чего начинает продвижение игр. Это самое главное. Второе – это мобайл. Поскольку игра у нас мобильная, то мы можем таргетировать на разные версии iOS, на разные версии Android. Если, например, у вас тяжелая игра, то вы можете только таргетировать на людей, которые подсоединены к Facebook через Wi-Fi. Это следующий этап. Дальше – геймерс, сами игроки. Это очень важный элемент таргетирования, потому что, например, мы в нашей игре, матч-тригры, мы фокусировались на игроках пазловой категории. Это, конечно же, для нас самая главная категория. Но мы, к тому же, пробовали и экшн-геймс, и какие-нибудь более мидкорные игрушки, чтобы посмотреть, насколько качественна будет аудитория, которую мы получим. То есть это такой небольшой обзор, что есть, какие есть возможности. Таргетинг – это ключевое, что есть на Facebook. Интересы на Facebook более тысячи ключевиков по тому, как лучше таргетировать рекламу и на какие интересы, на какие игры, на какие активности людей таргетировать для того, чтобы получить эту аудиторию. Ну и самое главное – это аудитории. Поскольку таргетинг – это ключевое, что есть на Facebook, аудитории – это в первую очередь кастомные аудитории. Это когда вы берете из вашей игры, например, выгружаете топ ваших плательщиков или топ самых активных игроков. И, соответственно, потом из этой аудитории вы можете создавать look-alike аудиторию. То есть похожих, искать на Facebook похожих игроков, максимально похожих на ваших идеальных профилей. Например, те, кто больше всего платили в игре, те, кто активнее всего играли и так далее. И вы можете поставить задачу Facebook, например, в США, найти, взять полностью всю аудиторию США и максимально похожих по 1% схожести или по 5% или по 10% найти эту аудиторию, которая будет максимально похожа на тех ваших топ-плательщиков, самая качественная аудитория. Следующий элемент – это креатив. Креатив на Facebook очень важен, особенно мы очень сильно фокусируемся на нем последний год-полтора, потому что важно понимать, что на Facebook… Facebook – это очень хорошая платформа для получения качественной аудитории, но в Facebook люди в первую очередь приходят для того, чтобы посмотреть контент от друзей, от семьи, любимые какие-то бренды, какие-то интересные места, кто где путешествует. И важно понимать, что вам нужно таргетировать не просто ту картинку, то видео, которое вы хотите показать вашей аудитории, но подумать, какая будет интересная, какую картинку будет интереснее всего увидеть в вашей аудитории и на что, скажем так, клюнет человек и каким образом он заинтересуется в вашей игре. Поэтому и креатив здесь очень важный и на нем большой идет фокус у Facebook. Когда мы планировали нашу креативную стратегию, мы посмотрели на то, что уже есть на Facebook и какие, в общем-то, игры уже активно продвигаются. В первую очередь мы посмотрели, что делает TwoDots игрушка. Здесь, как у них построен креатив, они показывают геймплей, они показывают реальный мобильный телефон, на котором можно играть. И здесь, может, не совсем видно бэкграунд, здесь метро Нью-Йорка, на самом деле, на заднем плане показано. И это, в общем-то, рекламное объявление очень хорошо работало для жителей Нью-Йорка, потому что оно было для них очень релевантно, очень активно. Следующий вариант – это мы посмотрели, как продвигается всем немалоизвестная Candy Crush. Они показывают часто в своей игре какие-то элементы победы, какие-то заработаете свои очки, когда соединил три какие-то конфеты. Это очень хорошо работает. В Матч-3 мы посмотрели, окей, это одна из лучших практик. Мы тоже будем это использовать. И третий вариант – это известная игра Cookie Jam. Они что сделали? Я не знаю, было ли показано здесь раньше. Они сделали синемограф. Синемограф – это как бы и видео, но это совсем небольшое количество элементов на картинке движутся. А в основном это смесь такой статики и видео. Скажем так, гифка, более-менее стандартная гифка. И сейчас синемографы набирают очень больших оборотов, стоят очень популярны. В частности, я уверен, для этого жанра очень хорошие показатели, потому что можно показать геймплей, и очень интересно, как игра будет дальше себя показывать. Бидинг. О ставках можно говорить очень долго, очень много разных стратегий, особенно у более продвинутых рекламодателей. Но очень важно выделить одну вещь, которую вам нужно запомнить. Можно ставить ставки и CPC, и OCPM, и CPA, как угодно. Самое главное – это ставить ставки в соответствии с той ценностью, которую принесет ваш пользователь, ваша группа пользователей, которую вы хотите купить. Здесь очень важно понимать, что в бидинге, например, можно пытаться покупать аудиторию где-нибудь в Аргентине мужчин, которые пользуются старой версией Андроида. Как правило, это будет монетизироваться хуже, но монетизация будет, если у вас, соответственно, построена игра, и вам этот человек будет стоить дешевле. Например, вы будете ставить ставку доллара. Но если вы ставите ставку, вы хотите закупать аудиторию по лукалайкам, которая построена на основе платников в США, которые играют в игру на шестом айфоне, то, конечно же, эта аудитория будет дороже. Поэтому очень важно, выстраивая свои маркетинговые стратегии, понимать, что вы разбиваете аудитории максимально, и, соответственно, для каждой аудитории вы выстраиваете, скажем так, подходите по-разному и ставите бидинг, соответственно, с их ценностью. Ну, последнее – это аналитика. Очень важно понимать ваш LTV, ваш возврат на рекламные инвестиции. LTV, как правило, большинство считает, все с этим хорошо, но возврат на инвестиции достаточно примитивный. Я очень часто, когда общался с разработчиками, подходов каких-то очень конкретных не выстроено. Поэтому здесь нужно очень скрупулезно к этому подойти и очень грамотно выстроить аналитику. И когда строите аналитику, сейчас у нас на iFate мы запустили Facebook аналитику. Facebook аналитика, возможно, сейчас, в частности, на мобайл, можно ее получить, бесплатный инструмент, если вы передаете апп-ивенты из вашей игры на Facebook через SDK. То есть это ивенты, например, пользователь запустил игрушку, пользователь перешел на следующий уровень или же сделал какой-то платеж в игре. Там есть 14 ивентов, и можно еще дополнительно построить несколько, как вам нужно. И, в общем-то, эти все ивенты, когда передаете, они попадают в Facebook аналитику, и дальше вы можете выстраивать когорты игроков, сегменты, понимать лучшее поведение игроков в вашей игре. И это полезно не только для рекламы, для того, чтобы получать, скажем так, полностью модель ROI по вашей рекламе, по каждому, даже рекламному объявлению. Ну и также для того, чтобы улучшать продукт, понимать лучшее поведение ваших игроков в игре. Но самое такое, особенно уже для продвинутых рекламодателей, которые хорошо понимают Facebook и выстроили правильную работу, самое лучшее в Facebook аналитике и певентах это то, что вы автоматизируете создание ваших кастомных аудиторий, ваших look-alike аудиторий, и максимально, скажем так, уменьшаете количество ручной работы, и максимально автоматизируете и думаете о более стратегическом, как лучше выстроить вашу стратегию работы с Facebook. То есть не нужно мануально из бизнес интеллигент системы выгружать, загружать это все, это все вы настраиваете автоматически. Итак, теперь немного расскажу о том, как мы в нашей придуманной студии, как работали с Facebook и как правильно выстроили работу, что у нас получилось. В первую очередь люди. Тот один из ключевых элементов успеха, который я упомянул, что мы сделали? Мы наняли менеджера по user acquisition. Как правило, этот человек, в идеале, конечно, это человек из игровой индустрии, но даже хватит того, чтобы просто у человека был опыт работы с direct response, с commerce, к примеру. Дальше Facebook marketing partner. Раньше это назывались PMD. То есть это те же самые нанегансы, или Glow, или Social Move, Bidalgo и прочие агентства, которые выстраивают технические решения по настройке работы вместе с Facebook, по настройке рекламных объявлений, или могут или же за вас выстраивать рекламу, или же вы просто вам даваете инструменты для того, чтобы скейлить. Когда у вас небольшие объемы, вы абсолютно сами с этим справитесь. Но когда вы делаете скейл на весь мир, то, конечно, работа с маркетинговым партнером ключевая здесь. И тоже рекламный аналитик – это один из важных людей в этом отделе для того, чтобы понимать когорты, понимать LTV. В общем-то, все известны с игровой аналитикой здесь. Все знакомы. Что касается таргетинга, в первую очередь мы запустили широкие компании по демографии, страна полвозраст. И во время нашего бета-тестирования мы получили основную идею о том, какие ключевые слова, какие интересы работают для нашей игры. И, в общем-то, в нашу стратегию мы включили самые топ-интересы. Это, например, мы таргетировались на людей, которые любят клоунов, любят цирк, любят игрушки Матч-3, пазл и прочее. Мы также использовали лукалайки, лукалайки. Как правило, общая рекомендация, где-то 30-40 или даже 50% всего бюджета на рекламу должно со временем составлять продвижение с помощью лукалайков. Ну и креатив. Креатив – это была важная часть нашей стратегии, потому что мы взяли себе за правило по пять рекламных объявлений в неделю пропускать через сеть. Часто я вижу ошибку, что запустили себе рекламу, она себе там крутится, и потом вопросы, почему не работает, что не так. Креатив не тот, не тот таргетинг, или же просто креатив исчерпался и уже не работает на ту целевую аудиторию, на которую вы хотите целиться. Поэтому пять креативов – это наш пример, и, в общем-то, это пример по индустрии, который мы рекомендуем. И видео мы начали работать с видеопродакшн студией для того, чтобы создавать нам видеоролики и пускать мобильную рекламу вместе с видео. И на самом деле Facebook выпустил буквально недавно кейс-стадии по работе с видеорекламой. Здесь видео от тайнику Family Guy. Они использовали видео для продвижения своей игрушки, и у них доходы на третий день были на 6% выше, чем по сравнению с статическими баннерами. Дальше у них Click to Install был гораздо выше, и средний чек был практически на 50% выше от игроков, которые были получены через видео, в отличие от баннера на рекламу. Итак, мы сделали основное тестирование. Игра у нас уже, например, работает полгода в нескольких странах. У нас МАУ, к примеру, 1 миллион. Все хорошо, мы готовы запускаться на весь мир. Что мы делаем дальше? Какие примеры игровых компаний? На самом деле этот весь кейс построен на реальных примерах игровых компаний, игровых студий, которые в достаточно краткие сроки вышли на большой успех. Следующий этапом в разделе «Люди» у нас был рекламный инженер, который внедрил все API и работы с кастомными аудиториями и полностью инсайты, чтобы получать максимальную информацию об игроках и потенциальных новых игроках, новых аудиториях, которые можно покупать. Дальше креативный дизайнер. Мы взяли себе в студию креативного дизайнера, который постоянно обновлял картинки, постоянно работал над новыми креативами и продумал всю полностью креативную стратегию по продвижению. И, конечно же, комьюнити-менеджер для того, чтобы менеджить наше любимое комьюнити. Если они уже пришли на комьюнити, они очень ценные для нас, поэтому мы отдельно выделили для этого человека. Что касается таргетинга, мы были в 75 стран, максимально пытались выходить в топы в каждой из этих стран. Что касается таргетинга по лук-лайкам, у нас уже был 40%, позже 50%. И, в общем-то, это стало ключом нашей стратегии по продвижению. И по креативам мы начали работать с рекламой по энгейджменту, запустили реэнгейджмент для того, чтобы возвращать игроков с помощью ивентов или же дополнительных каких-то апдейтов в игре. Мы использовали также сейлс, кроме ивентов для реэнгейджмента. Очень большой фокус сделали на возврат тех, которые ушли из нашей игры и давно очень не играли. И мы использовали, скажем так, кластеризацию на разные аудитории. Например, взяли аудиторию игроков, которые платили, но не играли 7 дней, платили, но не играли 28 дней. Например, раньше активно играли, перестали играть. То есть мы делали сегментацию по игрокам и на них отдельно выстраивали стратегию по реэнгейджменту. Совсем недавно Facebook запустил кейс-стадии по реэнгейджменту вместе с Зингой. Когда они впервые сделали сейл игровой. За один день, за 24 часа, они достучали более чем до 1 миллиона игроков, вернули их в игру, запустили даже несколько тысяч новых инсталлов. Это все было проделано в 25 странах. И возврат на инвестиции, который был, реэнгейджмент в Зинге, практически 6 раз. Итак, это 5. Достаточно быстро, но 5 ключевых вещей, которые нужно помнить. Что для продвижения, для настройки правильной работы вместе с Facebook. Это люди, таргетинг, креатив, биддинг и аналитика. Правильный межимент. И, конечно же, можно уже дополнительно углубляться в каждую тему. Но здесь, для того, чтобы понимать, как работают небольшие студии, средние студии или игровые компании, которые правильно выстраивают стратегию вместе с Facebook. Это 5 ключевых элементов. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я открыт. У кого есть вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Спасибо за доклад. Все было очень интересно. У меня пара вопросов по аналитике Facebook. Первый вопрос. Когда аналитика станет стабильной? Сейчас периодически бывают дни, когда она просто отключается. То есть невозможно построить воронки или сегменты выделить. Просто нет данных. А второй вопрос. Планируется ли делать что-то с временным лагом? То есть сейчас лаг между тем, как мы получаем событие, мы передаем ее на Facebook, и тем, как оно появляется в интерфейсе, составляет что-то около 2-3 дней. Спасибо. Ну, первое, по стабильности, это совсем новый продукт. Его запустили на F8 в конце марта, поэтому там, скажем так, конкретных сроков у меня нету, не могу сказать, но однозначно это один из очень больших фокусов для Facebook, ап-ивенты и аналитика. И ее усовершенствуют достаточно быстро. Постоянно партнеры, с кем я работаю, представляют фидбэк, что работают, что не работают. Мы связываемся с инженерами, и достаточно быстро и проблемы какие-то решаются, и какие-то новые новшества вводятся в аналитику постоянно. Она еще не полностью выкатана, еще много функций, которые будут добавляться, и, соответственно, в стабильность. Скажем так, так же, как и с Power Editor, с помощью которого настроится реклама. Его постоянно усовершенствуют, но, в общем-то, идеал еще где-то там. Но могу сказать точно, что это будет очень быстро, потому что на нее очень-очень сильный большой фокус. И тоже временной лаг. Детали не могу сказать, но над этим постоянно работают. И сейчас постоянно подключаются дополнительные сети, то есть будет статистика не только по рекламе, и можно будет LTV мерить, и return on marketing investment не только от Facebook, но также от третьих сторон, от третьих сетей. То есть над этим сейчас идет активная работа, и скоро будут большие новости. Спасибо большое, Игорь. Еще? Добрый день, меня зовут Вагэ, и у меня к вам вопрос. Вот вы очень классную презентацию сделали касательно виртуальной игры, которую продвигаете, и действительно очень интересная информация, которая, я думаю, всем понадобится. Но мне кажется, большинству здесь предшествующих интересен именно вопрос цифр по суммам, примерно какие объемы помогли вам, если вернуться к вашей игре, помогли вам выйти в гроссинг, например, благодаря таргету, сколько было потрачено. Потому что чем больше у нас будет информации, сколько нам планировать сумм, тем проще будет, естественно, закупить рекламу у Facebook. Поэтому именно такой вопрос к вам. Спасибо. Конечно, да. Здесь такой идеальный мир, компании, студии, у которой есть инвестиции. И, в общем-то, маркетинг и бюджет на начальном этапе, он есть. Конкретно суммы можно по-разному подходить. Есть небольшие компании, которым хватило 100 тысяч, полмиллиона, миллион. Это все условности. Но важно понимать, что особенно на начальном этапе, когда игра хорошо себя уже показывает, реинвестиции в игру идут. Если есть хороший запас, то даже больше 100% от заработка. Но, как правило, в среднем где-то не меньше 50% должна быть реинвестиция от дохода в игру, в рекламу. Потому что если вы закупаете хорошую аудиторию платящую, то, в общем-то, бюджет будет не ограничен. Поэтому здесь, конечно же, студия, например, она с инвестициями, и вопрос бюджетов был не проблемой. Но нужно учитывать, нужно это планировать наперед и постоянно корректировать. Потому что я, когда работаю с партнерами, обуславливается какая-то сумма, но потом она часто может меняться. Окей, мы не смогли потратить или потратили больше, мы больше реинвестируем, поэтому активность увеличивается. А есть какая-то максимальная цифра, например, что нельзя потратить более 100 тысяч долларов в день? Не знаю такую сумму. Я, скажем так, с партнерами, с которыми я работал, у них разные были цифры, но, например, в других командах, и американских, и азиатских, особенно самые крупные, которые топ-гроссинг, здесь у каждого своя стратегия, и здесь цель не потратить как можно больше, а потратить как можно качественнее. И очень часто я вижу ошибку, когда выбрасывается очень много денег сразу. Ну да, кто-то пришел с инвестором, и его не волнует эффективность, и он хочет показать расход большой, к примеру, да? Да, потратили очень много денег, но я все-таки за стратегию того, чтобы доработать игру, доработать монетизацию, и это будет не настолько быстро, но, к примеру, через месяц, через два месяца увеличивать объем инвестиций, когда уже игра себя хорошо показывает и делать реинвестицию. Поэтому конкретно цифр не могу сказать, но знаю, что это, как правило, планируется наперед, и потом уже корректируется в зависимости от стоимости инсталлов и от тех рынков, на которые вы выходите, и от монетизации на каждом рынке. А реинвестиция, вы сказали, 50% от дохода, да? По-разному, но меньше 50% нужно понимать, если вы закупаете качественную аудиторию, особенно если это касается реингейджмент. Идея реингейджмента, если вы возвращаете игроков, они больше платят, то там можно просто включить, чтобы круглосуточно он работал, потому что вы возвращаете, особенно если плательщиков, они постоянно будут платить. Там лимитов по бюджету не должно быть никаких. Спасибо. Я с удовольствием после, можем пообщаться, чтобы более детально по этому поводу. Вопросы есть у кого-то? Окей, я… Нет. Можно вопрос такой? Вот про видеорекламу вы говорили. Там вот она стоит насколько дороже и показатель CTR его насколько выше. А еще вопрос про API. Будет ли он урезаться дальше в дальнейшем? Потому что были моменты, когда более расширенный он был. По стоимости дороже, дешевле, чем что? Чем просто, допустим, реклама с картинкой. То есть у вас там на слайде был пример, что видеореклама эффективнее. А, понял. Конкретно видео, да? Да, да. Ну, опять-таки, это модель акциона, поэтому… То есть надо тестировать. Да, да. Усредненной нет статистики, то есть нету предскуранта, столько стоит эта реклама. Все зависит от аудитории. Если таргетируете на плательщиков или по лукалайкам, то там уже не зависит от того, видео это реклама или статическая. Но очень часто в тестах я видел, что видеореклама была дешевле, чем баннерная. Но это, опять-таки, это не правило. Это тот тест, который показал конкретный рекламодатель на мобайл-рекламе. Сейчас уже мы запустили совсем недавно в закрытой бете видеореклама на канвасе, на фейсбук непосредственно есть. И там тоже тесты, очень похожие результаты на то, что монетизация тоже лучше, чем при покупке через баннерную рекламу. Спасибо. А еще такой вопрос. А вот лук лайки, вы говорите, а, по-моему, гораздо эффективнее инсталлы покупать. Ну, конечно, вы создаете лук лайки и таргетите рекламу на инсталлы. То есть таргетинг аудитории – это лук лайк аудитории. То есть… А, имеется в виду, что на пост сами люди лайки ставят в процессе инсталлов. Нет-нет. А лук лайк аудитория – это когда вы берете из, например, тысяч ваших плательщиков, вы сбрасываете в фейсбук, через кастом аудитории, и даете задачу фейсбуку в США найти по одному проценту сходства еще похожую аудиторию. Потом вы ее закупаете. Лук лайк – это как английское слово максимально похожее. И потом на эту аудиторию вы таргетируете рекламу на инсталлы. И они инсталлируют эту игру. То есть это один из элементов, как можно таргетировать, вместо того, чтобы просто таргетировать на страну и на возраст. Спасибо. А вот по API будут какие-то нововведения, изменения? Не могу комментировать это. Не ко мне лучше будет вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за доклад, Игорь. Спасибо. 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 Спасибо.